Всем привет! Приехал автомобиль Mark II Qualys 2000 года выпуска. Двигатель 5S. Проблема была какая? Расскажи, Сергей, какая у тебя была проблемка? Грелся двигатель. Поменял термостат, поменял крышку радиатора. Так, вот крышка радиатора, видите, новая. Термостат, вот здесь заменен новый. И после этого не помогло. Значит, температура поднималась. Вентилятор включался между красной и серединкой. Да, ну то есть примерно при 110-120, да. И когда обороты повышались, температура падала. Значит, думали, мы думали, поменяли датчик температуры. Ну, вроде как стало включаться чуть-чуть. Датчик выключения и включения вентилятора. Нет, не вентилятора. Датчик температуры, который управляет, то есть показывает температуру двигателя компьютеру. А компьютер уже включает-выключает вентилятор. Ну, стало чуть-чуть пораньше включать. Но, тем не менее. Значит, думали мы думали, как мы тут говорим, силой мысли с Серегой. Решили, что... Надо все-таки помпу. Надо все-таки менять помпу. Потому что, ну, не может быть два датчика сломанных. Поменяли, опять же говорю, крышку. Поменял Сергей термостат. И вот и ныне там. Значит, вскрыли в помпу. Не буду я показывать, как у нас все это скрытие происходило. Полгода назад помпа была миненная. Брался дубликат японский АМЖ. Сейчас тут же ту же самую помпу взяли. АМЖ? Ну-ка, еще раз покажи. Чтоб людям было понятно. Ну, вот коробка. А, GMB. Вот такая вот коробочка. В такой же был коробке дубликат? Нет, та была вроде как синя-белая. Синя. Ну, вот смотрите. GMB. Япония. Дубликат. Футуры, что-то. Йор, ваша. Короче говоря. Корборация. Да, тут все. Япония написано. Но, скорее всего, там была не Япония, а такой махровый Китай, грубо говоря. Так, вот она. Вот он результат. Вот это вот бывшая, ну, не бывшая, а Менина, новая помпа. Ты говоришь полгода. Наверное, не полгода. Когда, в каком месяце это было? Зимой. Зимой, да? Ну, больше полгода. И вот, посмотрите. Давай вот это вот снимем. Вот эту сними штуку, чтобы их рядом положить без железа. Сними ее туда. Так, вот две помпы. Вот это вот мы купили сейчас новую. Вот. Заведомо, заведомо, не зная, работа. Вот эта помпа рабочая, не рабочая. Но, как бы, силой мысли решили, что все-таки надо менять помпу. Вот она, помпа, Менина полгода назад. На отличном новом Тасоле ездила. И вот помпа, которую мы сейчас купили. Вот эта помпа, толщина вот этих вот лопастей, ну, примерно 2,2 мм. Вот эта помпа из, скажу сейчас, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, из 7 лопастей на месте осталась одна. То есть, получается, 6 лопастей где-то гуляют в системе охлаждения. Так получается, Сергей? Да, наверное. Вот. И они в любой момент могут заткнуть где-то какое-то отверстие. Например, печки. Ну, грубо говоря. Или, например, перекрыть доступ. Ну, к чему там еще? Ну, термостат, например, могут. Там же термостат приоткрывается, закрывается. Могут не дать термостату закрыться вовремя. Или, наоборот, открыться. Ну, короче говоря, надо будет следить за движком. А вот что касается, опять же, вот этих вот помп. Вот это, например, которое сейчас куплено, и в которой толщина этих лопастей 2,2 мм. Написано, вот, маркировка. GMB и все остальное одинаково цифры, так же, как и здесь. Ну, вот здесь вот цифры L, латинская L, да. А вот здесь вот ее нет. Ну, я для чего это все показываю? Может быть, кто-то будет покупать, обращайте, пожалуйста, внимание. На толщину лопастей. Да, на толщину лопастей. Ну, тут, ну, совсем тонкие. Они, как бритвы, тонкие. Я не знаю, может быть, какой-то тасол, что он съедает вот это все дело. Ну, тут-то основа тоже съеденная. К чему крепится, блин. Ну-ка, ну-ка. Ну, да. Они же все отвалились. Вот они. Она, эта-то, тоже тонкая. Да. И тут, посмотри, металл. Да, да, да. Такая же, как и у лопастей. Да. И тут получается точно такая же толщина, как и у лопастей. Ну, ладно, она равномерно по всей. Ну, ладно, она где-то утончилась там. Ну, что, равномерно по всей. Ну, это я не знаю, как надо. Как надо ее, это. Или, может быть, там песок гуляет по системе, как шлифовальная этот. Ну, опять же, потекла бы тогда она у нас, да? Ну, наверное. Вот, зараза. Ну, надо же. Ну, вот такое на Тойоте я вижу первый раз. Ну, ладно, бывает на наших автомобилях. На российских. Я видел, что лопасти съеденные бывают. Скорее всего, вот этот китайский. Ну, не может, такие тонкие. Ну, что-то совсем тонкие, да. Ну, короче говоря, установим эту помпу. Сергей понаблюдает, как себя ведет машина. Может, где-то что-то, например, печка будет хуже греть. Это значит, надо смотреть. И если опять такая же фигня. А фигня какая? Вот там вот, где у нас датчик температуры на панели. Дай-ка сюда свет, а, Сереж. Мы как-то сегодня вот, он приехал, не снимали датчик температуры. Вот сейчас это я освещу и поближе поднесу. Датчик температуры, вот он. Вот. Вот, например, должно нагреваться, и стрелка должна стоять вот строго посредине. А когда... Ниже, да. Даже чуть-чуть пониже. А когда машина начинает нагреваться, на холостых особенно оборотах, ну, пониженные, ну, например, меньше, чем полторы тысячи оборотов, стрелка становится вот между красной и серединкой. Вот здесь вот. И немножко постоит, то есть вентилятор включится. Видимо, холодная охлаждающая жидкость поступать начинает после вентилятора. И она раз, снижается. Я говорю, мы уже и на датчик температуры, и на что только не думали. Еще раз покажу. Кто лопасти нашел, Вера? Лопасти? Ну-ка, ну-ка, где? Давай посмотрим. Так, я посвечу, посвечу. Не вытаскивай пока. Для интернета. Опа! Вот она. Вот она лопасть, которая тоже перекрывает. Она, мало того, одной лопасть укачает. Она еще и перекрывает, не дает толком поступать. Что, попробуем достать? Да. Это только одна лопасть. А еще может быть? Вот она лопасть. Да. Вот она, видите? Вот она. Вот она лопасть. А где остальные? Еще, еще пять. Неизвестно где. Да. Я серьезно говорю, такое я вижу первый раз. Что, термостат попробовать? Вот они в печку, один канал я нащупаю, а второй не дает термостат мне. Подожди, он куда толкает? Он же отсюда забирает, да? И туда начинает толкать. Туда. Туда толкает. Ну и в печку толкает. То есть вот здесь он может быть. Ну да. Один нашел. А вот за термостатом может быть еще. Ну, если вот он развалился на такие куски, он мог куда угодно пролезть. Он же, слушай, а вот как будто цеплялась, да, вот здесь вот, за что-то. Странно. Странно. Может быть еще те, которые поменяли, а по-моему там еще это. Согнули? Еще там одна. Где? Там же. Юра, там забито, там еще две их, по-моему, блин. Да ты что? Палец засунь. Ну вот она туда и гнала вместе с водой. Вот тебе и канал забитый. Да, вот он он. Еще там не одна. Так, надо брать пинцет и доставать. Включаем. Так, достаем. Достаем, пытаемся что-то... Что-то цепляется вон. Понятно, они там две заклинившие. Так, то есть, вот она. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она. Еще одна. Вот она. Так, а то я куда положу? Вот она. Так, вот один. Так, еще раз. Вот один. Вот второй. Так, и еще, наверное, еще одна, да, есть? Нет, по-моему, нету, Юра. Может... Вот есть, вот тут, а вот в верхней части. Она вот там как-то вот так вот еще. Ага. Она вокруг цилиндра как будто бы. Ну вот, дорогие друзья. Вот они, три лопасти сорванные. Вот отсюда. Вот один. Два. Три. А всего их было семь. Одна стоит на месте, трех нету. Остальные три где-то в рубашке. А вот вторая. Меряй, говори. Сколько там толщина? Один миллиметр. Один миллиметром. А там два и два, считай. То есть, больше, чем в два раза. Ну, чтобы так село железо за полгода. Сколько? Один. Два. Ну да, два и один. Два и один. Ну вот, пожалуйста. Это один. Ну, слава богу, что нашли. Потому что покупать... Даже меньше, 0,8. Не так уж все это дешево нынче. Сколько это сейчас стоит? Ну, этот дубликат 1400. 1400, да? Ну, все равно дороговато. Оригинал пять. С лишним. Понятно. Да, по диаметру замерь, пожалуйста. Раз. Блин, чего он? Да, он немножко запусывает. Угу. О, что это такое? Да проколол этот гофрекартон. Так, сколько? 14. Нет, ну да. 14 и... Ну, и 3, наверное. Да. А этот? 15,1. На один миллиметр, да? Больше? Нет. Да, на один смело. 15,1. Ну, то есть, примерно так же, как и там. Ну да. Потому что здесь же круг, еще на два умножается. Ну да, да. Короче говоря, или они были тоньше сразу, или что-то попало под них. Ну, теперь история умолчивает. Нет, попало, блин, ну что, оно все, вот это так равномерно сносилось, и вот это, и... Ну, это надо только абразивом каким-то, типа пескоструем, чтобы равномерно было. Ну... Скорее всего, было тонко. Ну вот, дорогие мальчики и девочки, покупайте хорошие запчасти. Смотрите, чтобы они были достаточно, достаточной толщины, вот так будем говорить. Хотя сейчас, кто его знает, может толщина больше, а качество хуже. Всем пока. Смотрите внимательно за температурой охлаждающей жидкости. Пока. 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 Пока.